Всем привет! Большое спасибо, что пришли. Я Юра, и я работаю разработчиком в компании Steelsoft. Для работы я использую следующий язык программирования. Для фронтенда — JavaScript и TypeScript. Для бэкэнда — Kotlin с Java. И наша компания занимается разработкой приложений для таких штук, как Jira, Confluence, Bitbucket. У нас есть офис в Таллине. Мы выпустили уже больше 25 приложений, которыми пользуются больше 12 тысяч организаций. Бэджик Атласин Платинум Marketplace Partner говорит о том, что мы делаем крутые штуки. Сегодня я хочу рассказать. У меня есть достаточно интересный опыт. Я раньше работал больше 10 лет разработчиком 1С. После чего я сменил стек технологий, разрабатываю на JavaScript и Java. И хочу поделиться с вами некоторыми хайлайтами о том, где эти миры пересекаются и где они различны. Я думаю, что это может быть достаточно любопытно. Пару дисклеймеров. Первый — это я не пересекаюсь с миром 1С уже больше двух лет. И это значит, что мои знания могут быть слегка устаревшими. Но здесь тенденция примерно такая же, как и в Java. Далеко не все используют самую свежую версию Java, так и далеко не все разработчики используют самую свежую версию 1С. Поэтому можно считать, что мои знания как раз актуальны стали. Также все, что я сегодня скажу, это мой субъективный опыт, и он может не совпадать с чьим-то другим опытом. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть опыт разработки на 1С. Класс. Есть несколько рук, но их не так и много. Спасибо. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть опыт разработки на JavaScript или TypeScript. Гораздо больше рук. Спасибо большое. И поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть опыт разработки на Java или Kotlin. Тоже много рук. Спасибо. Сейчас я разберусь, как переключить слайд. Получилось. Спасибо. Бывают разные языки программирования. Бывают функциональные языки программирования, бывают объектно-ориентированные. А фирма 1С называет свой язык программирования предметно-ориентированным. Это значит, что на языке удобно разрабатывать приложения для определенных предметных областей. 1С, в частности, удобен для разработки разного рода учетов организаций. Например, бухгалтерский учет, налоговый учет, учет товаров на скалдах. Но это удобство есть и обратная сторона медали. Это то, что на нем неудобно разрабатывать какие-то другие штуки. Язык 1С — это интерпретируемый язык, и он динамически типизируемый. Технически это значит, что тип переменной определяется в момент исполнения кода, но на практике это значит, что об ошибках мы узнаем не на этапе компиляции, а в саппорте от клиентов. 1С — это не только язык программирования, но и целая платформа, которая включает в себя много чего. Например, среду исполнения кода, управление лицензиями, связь с базой данных, веб-сервер, ну и много других мелких штук. Каждый разработчик 1С — это своего рода full stack. Он умеет и формочки нарисовать, и запрос SQL сделать, и с пользователями на одном языке общаются. Но между разработчиками разница все-таки есть. Некоторые разработчики лучше разрабатывают бухгалтерский учет, некоторые — налоговое разделение по видам учета. В мире 1С существует две ЭДЕ. Первая ЭДЕ называется 1С-конфигуратор, и она поставляется вместе с платформой все время, то есть была всегда и до сих пор существует. Вот примерно в таком виде, в котором вы сейчас ее видите, я ее видел все время, пока разрабатывал на 1С, то есть она практически не меняется, и она не поддерживает расширение с помощью каких-либо плагинов. Артефакт, который выпускает эта ЭДЕ, это бинарный файл, который называется конфигурация. Эта конфигурация устанавливается на сервер клиента, то есть это программа, грубо говоря. На сервере клиента уже установлена платформа, и в эту платформу устанавливается конфигурация. В одну платформу, грубо говоря, на один сервер может быть установлено несколько конфигураций, и это будут разные программы на одном сервере. Чаще всего конфигурации содержат исходный код, поэтому клиент может после установки программы самостоятельно ее доработать, если у него возникнет такая необходимость. Поскольку результат работы — это бинарный файл, то он не совсем удобен для версионирования, поэтому фирма 1С выпустила свою собственную систему контроля версий, которая называется хранилище конфигураций. Вы можете видеть слева внешний вид, как выглядит ее интерфейс. Справа вы можете видеть лог коммитов. Здесь хочу обратить внимание на то, что есть значки, замочек, который с галочкой, и замочек, который блокирующий. Это значит, что эта система контроля версий работает так, что с одним объектом может работать одновременно только один разработчик. Для того, чтобы исправить какой-то объект, нужно его захватить, и только после этого ты можешь исправить какой-то код в нем или какие-то формы. Бывает даже такое, что два разработчика захватили два разных объекта, и между ними случился дедлог, потому что они ждут друг друга, пока тот освободит другой объект. Также это хранилище конфигурации не поддерживает возможность посмотреть автора конкретной строки кода. Можно посмотреть только историю изменений конкретного объекта. Ну и поскольку это такая проприетарная система контроля версий, не существует такого удобного инструмента, как Bitbucket, поэтому код-ревью заключается в том, что сравниваются с помощью этой системы контроля версий две разных коммита, два разных слепка конфигурации, и какие-то предложения по улучшению, они не привязаны именно к коду, а они находятся… То есть их пишут люди уже в какой-то системе трекинга задач. Мы писали это в ЖИЛе, когда я работал 1С-разработчиком. Фирма 1С несколько лет назад выпустила новую IDE. Называется она Enterprise Development Tools. Эта IDE разработана на базе Eclipse, но она не совсем полноценна IDE, потому что в своей работе она периодически использует ту старую IDE, которая называется 1С-конфигуратор, например, для того, чтобы создать вот этот артефакт, конфигурацию. Но для разработки она удобнее, чем 1С-конфигуратор. Как минимум для нее можно писать сторонние модули официально, это может написать кто угодно. Но на момент, когда я с ней работал, у нее были баги, периодически встречались, и это замедляло разработку, и она была более-менее относительно медленной. Новая IDE хранит файлы конфигурации уже более раздроблены. Слева вы видите список файлов, в котором она хранит конфигурацию. Здесь есть файл bsl, это файл, который содержит текст модуля, файл mdo, который, по сути, является XML-кой, содержащий свойства этого объекта. И поскольку здесь это уже разбито на мелкие файлы, то в качестве системы контроля версии уже используется git. Но нюанс в том, что здесь очень много файлов конфигурации объектов, потому что 1С — это больше про объекты, а не про код. И при сравнении разных ревизий кода средствами git, может случиться такое, что XML-ки станут уже невалидными. И для этих целей фирма 1С в Enterprise Development Tools встроила инструмент, который позволяет сравнивать эти файлы графическим образом, тем самым позволяя целостно объединять какие-то версии из гита. Опытный разработчик 1С очень хорошо умеет делать запросы, выбирающие данные. Вот на экране вы видите, это реальный запрос, который я нашел на просторах интернета. И запросы не всегда такие большие, но разработчики 1С понимают в запросах толк. Они понимают толк только в запросах выборки, потому что система 1С не позволяет через запросы изменять данные. Изменяются данные в 1С только с помощью специального синтаксиса, и этим самым поддерживается консистентность данных после записи. Самая интересная особенность языка 1С — это то, что на нем можно писать с использованием русского языка. В справедливости ради нужно сказать, что на нем можно писать и используя английский синтаксис, но на моей практике эта особенность, эта возможность используется довольно редко. Я вам рассказал много-много фактов, и настала контрольная точка, когда можно задавать вопросы, если они есть, для того, чтобы пока есть контекст. Можно поподробнее о захвате? Не очень понятно, это как? Я подошел к столу и сказал, что все, мой компьютер. Есть хранилище конфигурации, у которого есть свой UI. Через этот UI можно выделить любой объект правой кнопкой мыши и сказать «захватить». Это значит, что если в этот момент этот объект еще не захвачен, тогда на нем ставится владелец, который им сейчас владеет, и этот разработчик, он может его менять. Другой разработчик уже не может захватить его. То есть это с целью, чтобы не было конфликтов? Абсолютно верно, да. С целью формы? Да, да, да. А дедлог, он программный или так? Дедлог в реальной жизни между людьми, да. Программный он невозможный? Нет, программный невозможный, там это все делается в рамках транзакции. То есть ты не сможешь захватить, если кто-то в этот… То есть если в один момент времени два разработчика захватывают один и тот же объект, то один у одного получится, а второй скажет, что этот объект уже захвачен. 1С запускается на разных операционных системах. Про операционные системы идет речь, правильно? На Linux он может запускаться… Как минимум сервер на Linux может запускаться на Windows, а клиенты есть даже и под macOS, поэтому, ну да, получается это мультиплатформенный язык. Так, среда разработки сама тоже есть под Windows под Windows? Среда разработки EDT, она есть и конфигуратор, в том числе, есть и под Windows, есть и под macOS. Я пробовал под macOS, он был очень медленный и какой-то тормозной, поэтому я использовал Windows, хотя я на тот момент пользовался Mac. Так, а ты Mac ставил… ой, ты Linux ставил, вернулся на Mac? Я Windows ставил виртуалку на Mac и разрабатывал на 1С. Да? Хотелось больше на русском писать или на английском? Английский я на тот момент знал мало, поэтому хотелось больше писать на русском. Да? Почему ты не остался в 1С, судя по рукам, конкурентов меньше? Хороший вопрос. В 1С именно с точки зрения технологической я уже перестал расти, и мне единственный мой способ роста — это было углубление в ту предметную область, которую я разрабатывал. И это достаточно так сужало круг моих компетенций, поэтому я решил сменить стек-технологии и перейти на язык, который не так сильно заточен на определенной предметной области. Да? А где-нибудь, кроме Эстонии или стран СНГ, где еще 1С используется? В Европе используются? Насколько я знаю, даже в Эстонии 1С используется крайне редко. Мне кажется, в основном это страны СНГ, и насколько я знаю... Не, я знаю только про страны СНГ, и в каких-то других странах 1С тоже используется, но очень ограничено. Да? Я вас не знаю, что там какой-то свой диамет, который транслируется, как там, не для вас? Да, все так. Я сейчас еще раз переключу. И здесь вот видно, что SQL тоже на русском языке. Этот SQL, он очень похож на англоязычный SQL, и 1С поддерживает несколько баз, Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL, и вот этот вот, получается, псевдо SQL, он транслируется по-разному на эти разные базы, да. Почему на русский? Не знаю. Это большая-большая особенность языка, что приходится часто переключать раскладку с русского на английский обратно, потому что часть синтаксиса доступна только на английском языке. Давайте продолжим. Да, есть еще один вопрос. Давайте последний. Последний, да. Мне вот интересно, какое ощущение, просто внутреннее, вот, больше не трогать? Есть ощущение, что я не хочу возвращаться в мир 1С, но не из-за того, что язык плохой или из-за чего-то такого, а, как я уже сказал, из-за того, что я с технической точки зрения не видел, куда мне можно развиваться, а в предметной области это сильно сужало мои дальнейшие варианты. Так, спасибо большое за вопросы. Тогда у меня к вам вопрос. Задумывались вы... Ой, я сколько раз репетировал этот доклад, постоянно запинаюсь об это слово. Думали ли вы когда-нибудь о том, как пишут код англоговорящие на эти спикеры? Я предлагаю вам прочувствовать этот момент, и у меня для вас есть небольшой квиз. Цель квиза — это я буду показывать вам код на языке JavaScript, а ваша задача — предположить, как этот код будет звучать по-русски на языке 1С. Прямо с места говорить все свои варианты. Можно перебивать на рамках? Давайте хором. Первый. Начнем с простого, с Hello World. Как думаете, консоль лог? Консоль выведе. Консоль выведе. Консоль дрова. Консоль дрова. Неплохо. Будет звучать «Сообщить привет, мир». Немножко посложнее. Если иначе, если иначе, если иначе. Да, да. Примерно так и будет выглядеть. Немножко с добавлениями «тогда» и «конец если». Конец если — это заканчивается блок. В JavaScript у нас фигурные скобки ограничивают блок, а в 1С — «конец если» ограничивает блок. По-сложнее. Try catch. Попробуй. Попытайтесь. Попробуй, поймай. Я слышал вариант «попытка, не пытка». Попробуй, поймай, конец попробуй. Конец попробуй. Неплохо. Очень, кстати, похоже на истину. Попытка исключения — «конец попытки». Вот это вообще сложно. Async await. Как думаете, как будет на 1С? Подождите пока. Подожди. Подожди. Отложено, ожидай. Отложено, ожидай. Неплохо. Он скажет? Конст… Нет, здесь речь про Async await. Сейчас узнаем. Это интрига. Ладно, не будем томить. Async ждать. Ну как, чувствуется какая-то чужеродность при программировании на своем родном языке? У меня чувствуется. А после этого языка появляется акцент? Не поверишь, но когда я читал код на языке 1С, он для меня звучал вполне естественно. Поэтому я думаю, что да, вполне возможно, ее акцент появляется. Совсем сложно. JSON stringify. Строкируй. Джейсон. Джейсон. Точка строка. Джейсон по-русски, по-английски? А Джейсон… Джейсон по-английски. Джейсон по-английски. Джейсон по-английски. Джейсон по-английски. Джейсон по-английски. Джейсон от строку. Синтаксически это будет выглядеть немножко сложнее, но конструкция выглядит, как записать Джейсон. Соответственно, для того, чтобы использовать JSON в коде 1С, нужно переключать раскладку. Это не всегда удобно. А с нибетом нет? Там есть дополнение, поэтому, если часто использовать JSON, возможно, он будет первым в списке, но я не помню уже. Идем дальше. Fetch. Как вы думаете, как будет выглядеть? Fetch. Получить, скачать, запросить. Хорошо, хорошо. Тоже синтаксически это будет посложнее. И новый HTTP-запрос. Вопрос. Это HTTP или NTR? НТТР, да? Но это английский. HTTP — это английский. Тоже приходится переключать раскладку. На этом квиз закончен. И в следующей части, на последней части, я поделюсь какими-то хайлайтами на контрасте с веб-разработкой аддонов для продуктов Atlassian. Спасибо вам за то, что были очень активные. Было круто. В 1С достаточно, разработчик достаточно сильно ограничен платформой при организации кода, потому что он не может добавить новые виды объектов, он не может вложить объекты друг в друга, например, не может быть подчиненного документа другому документу, он не может разместить объекты рядом друг с другом. И для того, чтобы это все, наверное, как-то сгладить, есть возможность навесить метки на объекты и по этим меткам фильтровать. Эти метки называются подсистемы. В аддонах для Atlassian их существует два вида. Первый, они разрабатываются для серверных версий продуктов Atlassian. И это, грубо говоря, джарник, который устанавливается на сервер клиента. И второй, это для клаудных версий. Здесь это полноценное веб-приложение, которое хостится у нас. И посредством REST API общается наше приложение с продуктом Atlassian. Соответственно, поскольку это обычное веб-приложение, и в том и в другом случае мы используем и там Java веб-приложение, то здесь разработчик ограничен только возможностями файловой системы. Здесь он может и объединить какие-то объекты, если они семантически как-то связаны, и вложить один объект в другой, ограничений нет. Мне, кстати, довольно сложно было понять, какая структура должна быть на стеке Java. И я по привычке хотел всегда воспроизвести вначале структуру 1С, потому что она мне была более привычной. Но, слава богу, у меня есть заботливые коллеги, которые сказали мне, как нужно делать на код-ревью. Еще одна интересная особенность — это как связывается фронтенд с бэкэндом. Если мы говорим про обычное веб-приложение, то там это явный HTTP-запрос с фронтенда на бэкэнд. А если мы говорим про 1С, то здесь грань, она достаточно размыта. Слева вы видите код, как из фронтенд кода вызывается бэкэнд, и это просто вызов функции. Поскольку это выглядит так легковесно, то это в голове разработчика и кажется легковесным. И получается простой вызов функции оборачивается вызовом сервера и дожиданием ответа от него, что иногда замедляет работу приложений. Поэтому об этом разработчики 1С задумываются так достаточно хорошо. Если говорить про тестирование, то тестирование в 1С появилось не сразу. 10 лет назад вышел в свет open-source проект XUnit for 1С, который был калькой из JUnit, только на русском языке. Этот проект используется до сих пор, и он очень похож на JUnit. Вы сами можете увидеть на слайдах. Не так давно тоже 1С выпустила свой фреймворк, точнее, свой способ тестирования. Это тестирование похоже чем-то на тестирование с помощью веб-драйвера. Оно эмулирует взаимодействие пользователя с приложением 1С. Если говорить про мир разработки аддонов для Atlassian, то мы используем для этих целей PlayRide, но в 1С используется свой собственный синтаксис, который вы можете видеть здесь слева. Есть также разница в дистрибуции, то есть в распространении приложений. Аддоны для Atlassian распространяются с помощью Atlassian Marketplace, где собраны все платформы, которые пользователь может установить в свою систему. По сути, аддон для Atlassian — это просто какое-то усовершенствование уже жиры, конфлиенса или битбакета. Если мы говорим про приложение 1С, то приложение 1С — это, как правило, полноценное приложение, и нет единого места распространения приложения 1С. Они распространяются каждой организацией самостоятельно. Для этого организация организует свое собственное файловое хранилище. Я в 1С работал большую часть времени в продуктовой компании, и сейчас в Steelsoft я тоже работаю в продуктовой компании. Вроде бы звучит одинаково, но есть разница. Разница в том, что организаций достаточно много, и они часто имеют разные процессы внутри. После покупки продукта 1С часто такое бывает, что нужно эти продукты дорабатывать. Доработки, как правило, не требуют какие-то штуки, которые регламентированы законодательно, потому что они достаточно четко определены. Но учет — это сложная штука, и он требует в себя взаимодействия, например, с другими какими-то системами. Он ведет за собой разную отчетность, какую-то управленческую, которая в каждой организации своя. И вот такие интеграции, отчеты, графики, они как раз чаще всего и требуют доработки. Получается, что продажа продукта 1С сопровождается чаще всего доработкой. Здесь есть большая разница между продуктами самой фирмы 1С и продуктами ее партнеров, потому что фирма 1С продает продукты, но доработку этих продуктов осуществляют ее партнеры. В тот момент, когда партнер делает свой продукт какой-то, то он же, как правило, осуществляет его доработку. Получается, что если ты сделал продукт в партнере фирмы 1С, то продажа становится не таким и легким делом. Если этот продукт достаточно популярный, то это может быть достаточно непросто продавать его в больших количествах. Если говорить про Steelsoft, конкретно ту организацию, где я сейчас работаю, то мы выпускаем целостное приложение, которое не требует доработки после того, как клиент его купил. Вот эта разница, она даже отражается на словаре, который используется в этих компаниях. В партнере фирмы 1С мы, например, фичи реквест звали как требование от заказчика на доработку, а в фирме Steelsoft мы зовем его запрос от клиента на изменения. Вроде бы про одно и то же, но есть нюанс. Собственно, у меня все. Раньше я использовал продукты Atlassian только как пользователь, а сейчас я разрабатываю плагин для них. Это, мне кажется, удивительным. Спасибо. Есть ли у вас какие-то вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ Юра, вопрос. Да. А ты 10 лет работал, у тебя Асинг не смущал. Я правильно понимаю? То есть, ну, ты поменял работу, потому что, пожалуйста, не было, а не потому что вот эти вот конструкции жуткие. Я извиняюсь. Ты не поверишь, но Асинг появился не так давно. Он пришел из джаваскрипта, и в джаваскрипте он появился задолго до того, как он пришел в Мир 1С. И в тот момент, когда я уходил, это было еще не трендовой технологией, то есть я его застал так чуть-чуть, слегка. А Асинг был callback hell, что ли? Да, именно callback hell, да. Совершенно верно. Это было тяжело. А Асинг там-то стало попроще. Попроще, попроще, да. Ты когда сказал, было тяжело, по лицу было видно. Я извиняюсь, не callback hell, а вызов. Вложенная ферсия. Как упадет, вызов зоопата. Смешно. Еще вопросы? А есть какие-то правила явнования? А то там некоторые слова переведены на английском языке, а некоторые на русском, но английскими. Если мы говорим про сам синтаксис языка, то я, к сожалению, не знаю этих правил. А если я на слайде где-то что-то перепутал, я мог. Единственное правило номинования, которое отличается сильно от Java и JavaScript, я, когда делал эти слайды, прям постоянно бил себя по рукам, чтобы исправить это. Это то, что на 1s мы пишем каждую переменную с большой буквы, а на Java и JavaScript с маленькой буквы. Поэтому это прям доставляло. А есть какие-то абстракции в 1s? Абстракции даны самой платформой 1s. То есть есть типы, которые 1s приносит вместе с платформой, такие как документ, регистр сведений, еще что-нибудь. Но сам разработчик 1s не может определить для себя новую абстракцию. Поэтому он пользуется какими-то примитивами. Например, структура — это что-то вроде объекта в JavaScript, число, строка и теми абстракциями, которые дала ему 1s. Свои функции ты мог называть? Тоже английский язык не мог? Да, да. Можно сделать прям полностью английский синтаксис. И некоторые все-таки так пишут на английском синтаксисе, используя полностью английский синтаксис. Но я никогда так не делал. Да? А как распространять код на 1s? У тебя три клиента. Код выгружается на свою платформу. Ну, в смысле, на какое-то файловое хранилище. И в конфигурации, которую ты пишешь, там есть поле, откуда потом эти обновления скачивать. И ты в эту конфигурацию просто указываешь адрес своего файлового хранилища, и потом это облегчает пользователям доставание новых версий из твоего файлового хранилища. Да. А миграции там есть какие-то для базы? Миграции скрыты от 1s-разработчика. То есть в тот момент, когда 1s-разработчик поменял структуру таблиц, ему достаточно просто применить изменения, и эти миграции проведет за 1s-разработчика платформа, вне зависимости от того, в каком состоянии база находилась до этих миграций. Да. Как дебаггер? Есть дебаггер. Он может подключаться разным способом к клиентам по HTTP, по TCP, и, по идее, примерно так же, как и в Java. А вот есть какой-то вот серьезный плюс ему, что нет в других языках, например, NGIS? Плюс есть в том, что на этом языке очень удобно разрабатывать конкретные приложения, автоматизировать учет. И вот это самый основной плюс того, что… Скорость разработки. То есть, именно благодаря этому в странах СНГ 1s завоевала такое большое распространение. Не потому что она на русском? Может быть. Мне кажется, что она на русском как раз для того, чтобы находить больше разработчиков именно в России. Это мое предположение, я не знаю. А больше пишут код или я использовал запросы? Больше код все-таки, да. Да? Подскажи, вот что именно дает быстроту разработки бухучета? То есть, написанный код разработчиками или на франчайзе? Или какие-то фичи именно самого языка? То есть, не знаю, регистри, документы? Благодаря, что дает ускорение? Ускорение идет за счет того, что платформа предоставляет очень много абстракций, которые уже содержат в себе логику, нужную для автоматизации учета. Например, регистр бухгалтерии. Он тебе уже автоматически много делает для учета проводок. Регистр накоплений. Он тебе много чего автоматически делает для учета товаров и получения остатков на любую задную дату. То есть, там не нужно заново реализовывать двойную запись? Не нужно, да. Это уже в платформе 1С реализовано. Тебе остается только сказать, какой план счетов использовать, грубо говоря, и как эти проводки, какие делать. А остатки оно уже само автоматически считает. То есть, получается, профит не в языке, а в платформе? Абсолютно верно. В платформе и в построенных библиотеках на броках, языках на платформе? В платформе однозначно. В построенных библиотеках пока сложно сказать. Смотри, там многие очень партнеры фирмы 1С в качестве базовой версии используют конфигурации с самой 1С. И получается, что сама 1С выступает здесь библиотекой. Они просто дорабатывают ее для какой-то узкой ниши. И особо библиотек на платформе 1С их не очень много. И, как правило, они выпускают с самой фирмы 1С. Получается, скорее, как продукты, а не библиотека, а как продукты. Похоже на то, да. А можно с другими языками совмещать? В смысле, с другими языками программирования? Из 1С можно делать ком-вызовы в Windows. То есть, получается, что, как минимум, можно какие-то сишные библиотеки, наверное. Я в этом слабо понимаю, поэтому могу сейчас что-нибудь на то нести. Но, в общем, можно делать вызовы программ на других языках. Ну и, как минимум, можно использовать LIST API для связи с другими сервисами и обмениваться HTTP-запросами. 1С тоже может наружу выставлять свой LIST API, поэтому другие какие-то программы могут его использовать. Давайте еще два вопроса, если они есть. Да. Есть ли пакетный менеджер? Пакетный менеджер? Такого нет. Нет. Очень-очень бы мне хотелось его иметь. Все 10 лет? Все 10 лет, да. Как это библиотеки? Вот библиотек не особо и много. То есть, их нужно вручную. То есть, в тот момент, допустим, есть библиотека от самой фирмы 1С. Называется библиотека стандартных подсистем. Она есть в очень многих конфигурациях. И в тот момент, когда ты ее устанавливаешь, во-первых, ты ее... Что такое установка? Это в терминах гид, это мерш с своим кодом. То есть, ты как бы вливаешь код библиотеки в свой код, и у тебя библиотечные вот эти объекты, они находятся в твоем коде. Это не просто как запись, что ты как бы импортировал. Если обновление библиотеки, то тут точно так же. Можно сказать, ты смерживаешь новую версию со своим кодом, и она... Ну, вот как-то так. Еще раз спасибо. Спасибо большое. Спасибо.